мы сейчас находимся на участке поверхностного монтажа печатных плат в общем то отсюда начинается цикл производства любого изделия мы располагаем двумя линиями для монтажа обе линии такие средние близко к крупносерийному производству сейчас посмотрим что на этой линии происходит сейчас начале цикла сборки суда поступает печатные платы стопочка стоит печатных плат это загрузчик по очереди подает платы в линию по мере готовности плата каждый у нас имеет свой уникальный код перед запуском производства маркировка плат уникальный код наносится к нему привязывается все комплектующие которые на нее ставится там версия прошивки внутренней и плюс по мере прохождения производственных циклов история вся кто делал что делал когда операции проходили трафаретный принтер здесь на плату наносим паяльную пасту вот наносит металлический трафарет в нем отверстия в тех местах где должна быть пайка и паяльная паста это мелкие шарики припоя смешанной смеси для состояния сметанки ракель наносит пасту на плату плата отделилась поехала дальше дальше идет оптическая инспекция качество нанесения паяльной пасты то есть это в данном цикле самая ответственная операция если паста плохо нанеслась то там либо пайки не будет либо будут перемычки и проверяем покажем он сканирует плату установка и составляет 3d 3d картинку отпечаток паяльных пасты потому что важно не только то что паста нанеслась на плату но и объем и форма ну вот например один отпечаток а как выглядит вот он показывает там как каждый оттиск пасты можем увидеть как он выглядит ну естественно машина все делает быстро и в автоматическом режиме вот если что-то не так дает сигнал оператору вот сейчас здесь плата с нанесенной пастой видно вот серая на контактных площадках серая паста дальше происходит расстановка компонентов компоненты подаются из катушек вот в таких вот ленточках каждый прямоугольчик и ячейка которая лежит в компонент все они закрыты лентой все находится в питателе в области забора покровная лента поднимается и потом захватом компонент берется из ячейки и устанавливается на плату на данных моделях установщиков видно две балки на каждой голова на 10 насадок то есть не 10 насадок она одновременно может 10 компонентов расставить или по очереди там один и тот же компонент надо брать сейчас плата соберется выйдет сюда мы увидим плату с расставленными компонентами они еще не припаяны они просто поставлен на поверхность плата на любой компонент можно условно пинцетом поднять поправить компоненты мы все тоже при поступлении к нам на склад маркируем собственный штрих-ходом чтобы исключить ошибку установки неправильной катушки сама пайка происходит вот в таких вот конвейерных печах очень важно выдержать определенный профиль нагрева нельзя греть слишком быстро нельзя греть слишком медленно слишком сильно нельзя греть там перегревом компоненты если слабо будем греть байка не получится качественно просто не расплавится припой соблюдение термопрофиля обеспечить используем на газонной печи у нас вот действительно 8 зон каждый своя температура чем нижней и верхней зоны регулируются независимо не происходит процесс пайки и снова оптическая инспекция здесь уже проверяем плату после монтажа также здесь 3d контроль устроит его карту 3d модель платы и оценивает уже может посмотреть номиналы компонентов там надписи которые соответствует или нет соответственно пайки качество пайки там перемычки между водами есть или нет если допустим есть такая микросхема которых выводы с лишней стороны располагается просто не можем вот визуально оценить припаялся нет проверят компонарность то есть микросхема лишь горизонтальный нет один край припойдет скорее что там не пайки значит здесь очень большой процент покрытия что визуально можно определить она определяет и всего погружается разгрузчик плата вот здесь уже есть спайные модули после проверки оптические инспекции все что она считает дефектом таковым является их перепроверяет уже оператор то есть уже одни всю плату смотреть на там буквально несколько точек которые показал система перепроверяет их вручную и отмечает что из этого можно пропустить это участок металлообработки в первую очередь мы используем для обслуживания пресс-форм у нас большой пар пресс-форм для литья пластмассовых деталей где-то изготавливаем где-то просто чиним уже имеющиеся это проволочно вырезной что он может делать проволокой вот проволока пошла по контуру вырезала вот такую толщину а то есть фрезером это но это еще можно фрезером он может выглядеть и узкий контур который фрезер в принципе вырезать невозможно например вот я начинал проволоки в один проход вроде на плюс что вы можете резать сразу каленую сталь если после фрезера мы должны отпустить отфрезеровать потом снова закалить после этого размеры ушли то есть позволяет работать с каленым материалом сразу станок который работает тоже на принципе электроэрозии но немножко по-другому он позволяет сразу прожечь полость заданной формы материале сразу готовую формообразующую мы делаем медный электрод ну например после прожига этим будет 2 полости вот такой повторяющую эту форму если не требуется полировка там поверхность немножко шершавая там или просто матовая то в принципе он дает головую обработку то есть на фрезе пришлось проходить черновой фрезой беловой фрезой шлифовать потом все равно полировать то здесь можно просто в один цикл прожечь и уже получить то что нужно ну участок литья пластмасса корпусные детали для изделия мы делаем сами значит собрали печатную плату уставили не поверхностные компоненты которые ставятся на поверхность платы здесь монтаж как навесных компонентов есть например вот таких компонентом ему нужны отверстие в плате доставится запаивается уже там с нижней стороны клеммная колодка да здесь нужно заворачивать отверткой на нее усилий какой-то прилагается если мы запаяем на поверхность ну просто при закручивании мы рискуем оторвать дорожку платы вывернуть место с колодкой здесь мы делаем ручной монтаж то есть что-то нельзя запаять и на поверхностном монтаже на линии и здесь на установке пайки волны что это может быть провода провода появятся вручную здесь ничего в мире еще не придумано для этого или там нестандартные компоненты без излучателя здесь мы уже начинаем исправлять собственно дефекты которые обнаружила оптикой который подтвердил оператор вот этажом ниже здесь и тут же начинаем тестировать плату тоже здесь идет не так что вот вот тебе платы вот тебя осциллограф щупами и вот иди по плате есть тоже полуавтоматизированный процесс плату быстро поставил все там даже не схемы что подключить некую измерительное оборудование какие диапазоны настроить что-то сам стенд тоже также делает часть проверок проверять стенд то что может то что не может уже там используя компьютер напишет апроталируй частоту там чисто на мере проверил молодец все идем дальше дать экранированная комната полностью так называю клетка фарадея то есть там потолок пол стены чтобы полностью исключить влияние внешнего излучения да ну то есть внутри при закрыт двери там телефон сотовый не берет то есть он тут нет сети все количество когда должны померить чувствительность если мощность мы еще как-то можем померить да то если близко там приемный передатчик вот антенны положить да но считаем что снаружи он не так сильно влияет а чувствительность никак не померишь так слишком сильное будет влияние любых других вай-фай сигнал может влиять сотовый телефон в любое излучение плюс еще то что мы сами проверяем здесь куча радиоустройства лично еще одна безэховая камера у нас есть высокочастотные извещатель свече который работает вот для его тестирование тоже без безэховая камера радио но на какая акустическая тоже работа на ней не проверяем и допустим но заповещать ли как должно 105 децибел выдавать как проверить 105 децибел сейчас будет включать на вся глуху вот мы в ней тоже включаем а так она еще и радиоизолированный как раз для настройки там свечей извещать сейчас по циклу изделия мы его уже полностью смонтировали все компоненты она мы его проверили да но точно работоспособная там либо на стендах автоматизированных либо там это настройщик проверил то есть он точно рабочие мы знаем все все выполняет все рабочие мы его еще раз проверяем но уже вот на стендах наработки то есть мы завешиваем его на стенд ждем несколько часов смотрим что с ним произойдет вот первый всплеск этот время начальных отказов когда есть заведомо дефектные элементы на плате ну это где может быть соединение либо сами компоненты и они выскакивают ну первые часы работы дальше все дальше вот это уровень отказов достаточно низкие достаточно длительное время 2 всплеск уже связаны со старением компонентов износов он там уже годах измеряется первый всплеск в часах 2 в годах вот чтобы этот первый всплеск отловить то есть мы проводим наработку изделий а ну вот стенды наработки 712 с источником питания они во первых от 220 вольт питаются да тут уже так просто открытую открытое подключение сделаешь вот через вилку подключается и нагрузка цепляется вот батареи с резисторами нагрузочные